Фобос Клуб Страха В принципе, нужно уже насторожиться, увидев в продюсерах Фёдора Бондарчука. Итак, давайте посмотрим, что это за фильм. Начальные титры прикольные, выглядят стильно, но отстойность фильма уже бросается вам в глаза, точнее в уши. Вот, послушайте. Звучит как дешёвая тупоролевшая музыка из дешёвого сериала. Блин, кто её пишет? Эх да, диджей Грув, отечественная звезда поп-музыки. Итак, место действия – недостроенный клуб Фобос, который решили забацать на месте старого советского бомбоубежища. Клуб, понятно, оформлен под готику. С чёрными писсуарами, как полагается. В этом клубе собрались инженер со своей девушкой, прораб, директор клуба со своей невестой. ау! Так, я никого не забыл… Наконец-то! Привет! Тыкаш, ну почему такая мрачная? Думай позитивно, и всё будет хорошо тут. Но есть то, что мы думаем. Всё, чем являемся, пристекает из наших мыслей. А ладно, проехали! Смотрим дальше. Ах да, еще диджей, который ведет себя так, словно прокурил себе все клетки мозга. Братья, мы порвем этот город, а вот кто у нас пластинки крутить будет. Впрочем, диджей сыграл ключевую роль в фильме. Глядите. Простная кнопка, как в анекдоте. Одно неудачное нажатие, и все выходы тут же захлопнулись с тяжелыми дверьми. Вот так вот наша честная компания оказалась заперта в этом самом клубе. Причем двери наотрис отказываются открываться. Не помогает ничего, ни повторное нажатие кнопки, ни возня кровода, ни удара кулаком, ни даже крики. Черт, заткните ее кто-нибудь. Душевно. Твою мать, что за день сегодня? Короче, завязка как у типичного ужастика. Группа молодых людей оказалась изолированна в одном месте. Бежать некуда, помощи ждать неоткуда, все идеально. Не хочу здесь оставаться. Главным же монстром в фильме является черное призрачное нечто, преследующее наших героев по территории клуба. «Группа людей заперта в одном доме, они в поисках выходов шаствуют по необитаемым ранее подвалам, их преследует некое черное нечто со множеством всевозможных щупалец. Оригинальная задумка». А черное нечто непростое. Оно любит воплощать человеческие страхи, что тоже весьма оригинально. Фобии у героев представлены богато. Кто боится пауков, кто бактерий, кто огня, кто воды, кто покойников. А один из героев боится любви. «Ты знаешь, брат, я тебя понимаю, у тёлки такая заморочка, блин». Знаете, что бесит больше всего? В фильме есть существо, воплощающее страхи, а значит, у фильма есть все шансы быть страшным, но режиссёр запорол все ужасы на корню. Вот посмотрите, это что, должно быть страшно? Я, блин, видал и пострашнее в том же Гарри Поттере, блин. Большую часть фильма все герои живы, так что чуть ли не целый час ждёшь, когда же они все сдохнут. Ага. Ибо в натуре никто из них симпатий не вызывает. Никакой свадьбы, а? Хэппи-энд! А когда наконец смерти наступают, угадайте с трёх раз. Они все происходят за кадром. Там что-то случилось. Вопрос. Это они экономят, или так решили по цензурным соображениям? Эй! Ты там жив? Так вот, это отстой. Эдик. Чем они думали зрителя запугать? Атмосферой? Так вот, атмосфера отстой. На западе давно додумались компенсировать отсутствие атмосферы наличием смачной кровищи. Но здесь оно не компенсируется абсолютно ничем. Разве что ржакой. Для ошибко любопытных сообщаю, графика в фильме полный отстой. Причем не просто отстой. Местами она вообще не нужна. Единственная причина смотреть это говно, это чисто интерес. Как оно закончится? Итак, под конец герои начинают дохнуть. Остаётся только двое. Выхода нет. Всё затоплено. И вода прибывает. Всем конец. Чего? 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 Как это? И все же, может быть, фильм является эксплуатацией особенности подросткового мышления, и все персонажи олицетворяют в себе самые разные черты типичной 18-летней девушки, а черное нечто, воплощение ее страхов, как и образы Сталина, ибо подросткам давно промывают мозги по поводу сталинских кровопролитий, и все мешается, цепляется друг за дружку и доводит до таких иррациональных поступков, например, девчонка подсаживается к абсолютно незнакомому ей парню, который вполне может оказаться маньяком-убийцей. А как же нам это закончится? О, давайте сделаем так, чтобы я здесь все приснился. А что, выглядели загадочно. Это просто шедевр. Настоятельно рекомендую самой широкой аудитории. Редактор субтитров А.Семкин